Запугать или убедить? Настоять или заставить? Тактические уловки мошенников не знают границ. Желание легкой наживы и чужих денег толкает людей на преступления. По подозрению в краже оренбургскими оперативниками задержан 33-летний уроженец Удмуртии. У мужчины изъято более 140 банковских карт, 10 мобильных телефонов и крупная сумма. Около полумиллиона рублей. Задержали его при попытке обналичить деньги. Вышли на нас сотрудники. То есть происходил процесс обналичивания средств. Через различные способы, в том числе банковские карты. Своим жертвам мужчина представлялся сотрудником банка, сообщал о попытке хищения и просил передать номер карты и код из СМС. По версии следствия, таким способом только у одного жителя Оренбурга он похитил свыше 100 тысяч рублей. А всего за первые три месяца 2020 года зарегистрировано более 1200 таких преступлений. В связи с пандемией коронавируса на сегодняшний день мы отмечаем некий всплеск хищения, совершаемый дистанционным способом, мошенничеством в том числе. По причине того, возможно, что преступники также стали переквалифицироваться. Похожий случай произошел в Сорочинске. После объявления режима самоизоляции неизвестные начали ходить по квартирам и представляться энергетиками. Предотвратить преступление удалось благодаря бдительности граждан. У жителей псевдоэлектрики вызвали подозрение. На просьбу предъявить документы последовал отказ. А при угрозе вызова полиции молодые люди поспешили скрыться. В ресурсоснабжающей компании говорят, что главная цель таких мошенников – убедить человека оплатить имеющуюся задолженность на месте. Пока действует режим самоизоляции, объявленный губернатором, ни контролеры, ни какие-либо другие сотрудники энергосбыта не ходят по жилищам жителей и не проверяют работу приборов учета ни с какой-либо другой целью тем более. И они никогда не собирают наличные средства на дому. Чаще всего жертвы мошенников становятся пенсионеры. По мнению психологов, с возрастом у людей снижается уровень критического восприятия и возрастает доверчивость. Этим и пользуются злоумышленники. Чтобы избежать ответственности, мошенники идут на различные уловки. Например, они покупают счетчик учета воды в магазине по одной цене, а затем пытаются продать его доверчивым гражданам по другой, явно завышенной, навязав при этом ряд дополнительных услуг. Причем по действующему законодательству привлечь к серьезной ответственности таких дельцов – задача непростая. Сложная ситуация в обществе нередко провоцирует всплеск преступности. А угрозы жизни и здоровья, по словам специалистов, – любимые рычаги давления мошенников. Злоумышленники пытаются войти в доверие к человеку и под любым предлогом выманить деньги. Основная рекомендация в таких случаях – не открывать незнакомым людям дверь и всегда требовать документы. Это поможет сохранить не только нервы, но и свои честно заработанные. Вячеслав Камп и Владислав Горбунов. Новости дня.